Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и вы на канале Автобизнес по-честному. Сегодня у меня на обзоре вот такая Jetta 2014 года с мотором 1.8. Если говорить про автомобили Volkswagen Jetta из США, то там было всего 4 бензиновых мотора. Это 2.5, обзор на котором уже был на моем канале. В 2013 году ему на смену пришел вот такой 1.8. Был еще двухлитровый мотор, рядная четверка мощностью 115 лошадиных сил, который в 2015 году заменили на мотор 1.4 TSI. Да, есть еще Jetta GLI с двухлитровым двигателем, есть еще гибридная Jetta с 1.4, но это все-таки более штучные автомобили. Мы не будем их рассматривать, а поговорим все-таки о более массовых и более популярных моделях. Друзья, чтобы полностью закрыть вопрос по американским Jetta, на моем канале обязательно еще будет обзор на двухлитровую версию 115 лошадиных сил и на версию с мотором 1.4 TSI. Подпишитесь, чтобы не пропустить эти выпуски. А сегодня я расскажу вам про мотор 1.8, а также расскажу вам, почему именно Jetta с мотором 1.8 я считаю лучшим вариантом Jetta из США. Поехали, друзья! Итак, под капотом у нас 1.8 серии EA38 в третьей ее генерации. Не первой, не второй, а третьей. Это очень важно. Ее начали выпускать в 2011 году для автомобилей Audi, и в 2012 году она добралась до автомобилей Volkswagen, Seat и Skoda. Отличий в третьей генерации было очень много, и отличия эти были кардинальными. Здесь появился новый облегченный блок цилиндров, в который установили облегченный коленвал с четырьмя противовесами. Другие поршни и абсолютно другие шатуны. Новая двухвальная ГБЦ с 16-ю клапанами и фазорегуляторами на обоих валах. Она оснащается как непосредственным впрыском, так и распределенным, благодаря чему не нужно так часто чистить клапана от нагара. Он, конечно же, образуется, но уже не так часто, как раньше. В системе ГРМ применена другая цепь, абсолютно другой натяжитель. Производитель даже уверяет, что ее хватает на весь срок службы автомобиля. На самом деле это, конечно же, не так. Она имеет свойство растягиваться, и к 120-ти, к 140-ка тысячам километров пробега потребуют замены. Конечно же, проблемы у этого двигателя тоже есть. Если ваш 1.8 троит или дизелит, скорее всего, придется менять фазовращатель. Термостат имеет невысокий ресурс. За помпой нужно следить, актуатор турбины может потребовать регулировки раз в 100 тысяч километров пробега. Возможно, падение давления масла из-за масляного насоса, масляного фильтра или качества самого масла. Но, в общем и в целом, эти моторы стали гораздо надежнее, чем моторы первой или второй серии. Вам абсолютно точно уже не придется капиталить почти новый мотор. Масложора у вас не будет. Проблемы с цепью тоже остались в прошлом. Главное, не экономить на замене масла, и ваш 1.8 будет ездить достаточно долго. И то, что 2.5 якобы намного надежнее, это все чушь. 1.8 прекрасный мотор. Он просто более дорогой в обслуживании и более требователен к качеству обслуживания. Если кому-то важна информация по маркировке двигателей, то в Европе это CJSA или CJEB, а в Америке это ЦПКА или ЦПРА, которые отличаются между собой по экологии. ЦПРА имеет подачу вторичного воздуха и соответствует более строгим экологическим нормам, которые приняты в штате Калифорния и ряде других американских штатов. Если будете покупать Jetus 1.8, я бы советовал все-таки поискать мотор ЦПКА. Нам пока еще далеко до калифорнийских экологических норм, а мотор чуточку проще, а значит, ну, чуточку, но надежней. А знаете, за что еще любят эти моторы фанаты и истинные ценители марки? Двигатель 1.8 легко чипуется и с легкостью достигает 200 лошадиных сил. Stage 1 это обычная прошивка блока управления, которая уже может вам дать на этом моторе 200 лошадиных сил и 380 ньютон-метров крутящего момента. Кому этого мало, есть Stage 2. Это уже более сложные доработки, которые потребуют замены впуска, установки даунпайпа и еще более агрессивной прошивки. Но таким образом можно получить 240 лошадиных сил и почти 300 крутящего момента. Можно достичь и 300 лошадиных сил. Stage 3 это уже замена турбины, холодный впуск от S3. Но это уже для совсем упаянных и делать этого на джете я бы лично не стал. Мотор и коробка у вас, скорее всего, долго не проживет. Да и Stage 2 для джеты я особо не вижу смысла. Все-таки это немножко не тот автомобиль. А вот чиповка Stage 1 и 200 лошадиных сил, даже я об этом задумываюсь, но в Крымороге пока еще не нашел толковых специалистов, занимающихся чиптюнингом, которые смогут это сделать. В Крымороге в основном все ланосы чипуют зачем-то и все. По коробкам передач. С каким бы бензиновым мотором вы не купили американскую джету, там везде будет айсиновский гидротрансформатор 0.9G. Это отличная коробка, простая, надежная, однако она очень чувствительна к перегревам, поэтому забитый теплообменник или грязное масло может существенно сократить ее ресурс. В остальном, классная коробка, проблем особо не доставляет, но масло в ней все-таки лучше, конечно же, менять. У джеты 1.8 было две основных комплектации. СЕ, такая как вот эта, которая в 2016 году стала джетой спорт. И СЕЛ, которая довольно богата, есть даже климат-контроль, но это все-таки более редкие, более дорогие автомобили. Чаще всего с мотором 1.8 вы встретите комплектацию СЕ. И вот именно из-за всего вышесказанного я и считаю джету 1.8 лучшей джета из США. Двигатель и коробка, как они работают вместе, это просто сказка. Все четко, плавно, без рывков, без пауз, без всякой задумчивости. Динамика, разгон, управляемость. Здесь же многорычажная подвеска сзади и дисковые тормоза по кругу, в отличие от более старых версий. Она едет, она рулится. Разгон просто потрясающий. Я за первую неделю, что на ней ездил, два штрафа за превышение схлопотал. Но я не виноват. Это машина такая, она тебя провоцирует. Ты даже не заметил, чуть-чуть больше на газульку надавил и уже соточка на спидометре. Давайте, друзья, сейчас буквально чуточку прокатимся. Jetta 1.8 это автомобиль для души, он дарит эмоции. Меня часто упрекают, якобы я слишком критикую и очень сильно не люблю мотор 2.5 и спрашивают, за что ты его так не любишь. Поймите меня правильно, сам по себе мотор 2.5, он очень хороший. Это старый добрый атмосферник, простой и надежный. Можете смело его покупать, ставить газ и ездить, получать удовольствие. Единственное, помните, что нормальное ГБО на мотор 2.5 стоит 500-600 евро, а не 400 долларов, как многие пишут. Мотор хороший, но он хороший в вакууме, если его не сравнивать с другими двигателями. Но когда есть такие прекрасные, мощные, современные и при этом надежные двигатели, как и А3.8 в третьей ее генерации, блин, ну какие 2.5? Чтобы понять, нужно поездить на обоих и сравнить. Поверьте, разница огромна. У них даже коробка, у них в обоих стоит Айсиновский автомат, но даже коробка работает по-разному. На 1.8 она переключается намного лучше, намного быстрее, намного плавнее. Разгон до сотни на турбомоторе составляет чуть меньше 8 секунд. И это еще на зимней резине и при довольно низкой температуре воздуха и дорожного покрытия. Я думаю, летом на хорошей летней резине можно вполне без чип-тюнинга, даже без стейдж-1, можно вполне выезжать примерно в 7.2-7 секунд на этом моторе. Турбо это кайф. Просто возьмите и попробуйте. Сравните и вопросы отпадут у вас раз и навсегда. О комплектации. Многие недооценят важность опции в автомобиле, но нужно один раз попробовать, чтобы понять. И в хорошей комплектации джета из США будет только с мотором 1.8. Да, 2.5 тоже были в хорошей комплектации, в такой как СЕЛ, СЕ. Но, во-первых, это были 2.5, а во-вторых, это было очень давно. Давайте сейчас на примере вот этой СЕ я вам покажу, что может быть в вашей джете 1.8. Во-первых, это одна из самых моих любимых опций, это бесключевой доступ. То есть у вас автомобиль закрыт, вы подходите, не нужно ничего нажимать, не нужно ничего делать. Ключ лежит в кармане, потянули за ручку, машина открылась. Садимся в сраон. Здесь у нас кнопка старт-стоп, выжали тормоз, запустили двигатель кнопкой, ключ продолжает лежать в кармане. Поехали, приехали, куда вам надо, заглушили автомобиль, вышли из него. Теперь уже да, надо нажать на вот такую сенсорную кнопочку, машина закрылась. Все, вы не попадете. Подошли, опять ключ в кармане, она открылась. Очень удобно. Один раз попробуйте, поймете, оцените по достоинству, я думаю. Кстати, друзья, мне очень интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях, какая ваша самая любимая опция в автомобиле. Напишите топ-3 или просто одну самую, самую вашу любимую. Дальше, здесь есть люк, не самая важная опция в автомобиле, но выглядит она дорого-богато, многие любят, и пусть она лучше будет, чем нет. Зимой, конечно, это не очень актуально, но весной или осенью, когда тепло, когда первые лучи солнца пробиваются сквозь тучи, вполне полезная, вполне приятная опция. Кожаный салон, а в комплектации спорт будут спортивные сидения, двухцветные, очень красивые, очень удобные. И опять же, это может быть только с 1.8 мотором. По поводу кожи, есть, конечно, много разных мнений, кто-то любит, кто-то нет, но если брать Jetta, то только на коже. Смотрится она намного лучше и намного богаче, чем тканевая обивка более дешевых версий. Единственное, не вздумайте, с каким бы мотором вы не покупали Jetta, не вздумайте покупать ее на коже без подогревов. Она очень холодная, эта кожа, там даже не кожа, там кожзам, но очень холодный и зимой ездить реально дискомфортно. Придется либо какие-то накидки колхозить, ну или короче, если без подогревов, то тогда уже лучше тканевый салон покупать. А вот летом ездить на ней довольно приятно. Да, конечно, когда машина стоит на солнце довольно долго, он очень сильно нагревается, он горячий. Но при движении, если включен кондиционер, вы чувствуете себя вполне комфортно на этих сиденьях. Магнитола RCD510 с цветным дисплеем, который по сути бесполезен, просто смотрится красиво. Есть Bluetooth, есть AUX, управление магнитолой на руле. Камеры заднего вида, к сожалению, нет, как нет датчиков света и датчика дождя. Это, пожалуй, единственный минус этого автомобиля и этой комплектации. Резюмирую. Jetta с мотором 1.8 выпускалась с 2013 по 2018 год. В 2015 году был рестайлинг общей модели. Мотор классный, коробка классная, смело можно покупать. Единственное, с пробегом больше 150 тысяч километров я бы все-таки не советовал. Ну или покупать уже не так смело. Мотор классный, коробка классная, управляемость на высоте. Дисковые вентилируемые тормоза по кругу, передняя подвеска Macpherson, задняя независимая уже. Салон просторный, места на заднем ряду достаточно. Багажник 510 литров, один из самых больших в классе. Я сегодня специально не стал тратить много времени на рассказы о салоне и багажнике. Если это интересно вам, посмотрите обзор Jetta 2.5. Я там останавливался более подробно. К недостаткам еще можно, конечно, отнести дорогую установку ГБО. Стоимость от 800 до 1200 долларов. В зависимости от того, кто и где вам будет его устанавливать. Поэтому целесообразность такой манипуляции довольно сомнительна. Расход топлива у меня составляет в городе 9 литров, но это при спокойной манере езды. Я думаю, если совсем уже овощить, можно вписаться в 8, но вряд ли у вас это получится. Первую неделю я ездил с расходом 13. По трассе при движении 100-120 км в час у вас обороты двигателя до 2000 и вы вполне можете вписаться в расход топлива 7-7,5 литров. Поэтому нужно ли вам ГБО на этом двигателе, думайте сами. Могу вам сказать абсолютно точно. Из всех одноклассников, из всех автомобилей такого класса из США, Jetta, абсолютно лучший автомобиль. Абсолютно лучший автомобиль во всем, кроме, пожалуй, самого важного, кроме цены. Причем разница может составлять и 1-2 тысячи долларов на автомобилях одного года выпуска и в схожих комплектациях. К примеру, вот эта Jetta с мотором 1.8 2014 года, пробег 90 тысяч километров. Я купил ее, друзья, за 10 тысяч 400 долларов. При этом я еще восстановил безопасность обе шторы, я поменял на ней масло, я затонировал ее, переобувал на зимнюю резину, купил новые дворники, короче, потратил еще денег на кучу-кучу всяких мелочей. Поэтому дешевле, чем за 11 тысяч, я не готов с ней расстаться. Даже для вас, дорогие мои подписчики, дешевле, чем 11 тысяч, я этот автомобиль не отдам. Да, это довольно недешево, на авторе она у меня вообще 11300 стоит. И за эти деньги можно даже посад какой-то более-менее неплохой присмотреть, не говоря уже про одноклассников этого автомобиля. Но, во-первых, повреждения были минимальные. Обидно, конечно, что при таком ударе сработала безопасность. Ну, я ее восстановил, я купил подушки заводские, ничего не колхозилось, ничего не переделалось. Я просто купил подушки бэушные с другой джеты и их просто поставили по заводскому. Как в руль, так и в шторы. То есть, все работает, все сделано по заводу, никакого колхоза. Carfax у нее очень хороший, других ДТП не было. При этом машина регулярно обслуживалась. Раз 7-8 тысяч, менялось масло. Это, да, 7-8 тысяч миль, не километров, к сожалению, но для автомобиля из США даже замена регулярная 7-8 тысяч миль. Это очень хороший показатель. И для джеты с двигателем 1.8 TSI это очень важно. Во-вторых, машина технически в идеальном состоянии. Пробега на ней 90 тысяч километров. Ну, 92, если быть точным. И я даже готов дать какую-то гарантию покупателю на этот автомобиль. В-третьих, она выглядит очень классно с вот этим белым цвете, с вот этим бампером от GLI. Реально, машина красивая, ровная, ровные зазорчики. Салон не затяганный, практически идеальный новый. Сидения не затерты. Ну и комплектация. Она, конечно, не топовая, но тоже довольно богатая. Кожаный салон, бесключевой доступ, кнопка старт-стоп, люк. Есть еще, кстати, интерфейс закрытия окон. Если вы вышли из автомобиля и забыли закрыть люк либо окна, нажали на кнопочку, она закрылась. Хотя эта функция есть почти в каждом Volkswagen, ее просто нужно активировать. Поэтому я считаю, что 11 тысяч это справедливая цена для конкретно этого автомобиля. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете вы. Справедливо это или нет, дорого это или нет. Если вдруг вы хотите купить этот автомобиль, под этим видео будут все мои контакты. Пишите, звоните, буду рад вас проконсультировать. Кстати, насчет гарантии я не шутил. Если вам реально интересна покупка этого автомобиля, звоните. Обсудим все это в телефонном режиме или приезжайте. Я реально готов дать гарантию на этот автомобиль какую-то вам. Вот такой обзор, друзья. Пишите в комментариях, согласны ли вы с моим мнением, что вот такая джета с мотором 1.8 это лучший автомобиль из США. Лучшая джета из США. Интересно послушать ваше мнение. Ну а у меня на сегодня все, друзья. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Всем здоровья и хороших автомобилей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok